всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый хобби влог кому интересно оставайтесь со мной и приятного вам просмотра сейчас я делаю выкраску на акварель луч тоже решила что пусть будет потому что я пользуюсь ей постоянно и большую часть цветов конечно же я знаю наизусть но есть некоторые которыми я пользуюсь редко и поэтому выкраска в любом случае не повредит для наглядности ну и вроде как посимпатичнее палитра будет выглядеть хотя нет она и так симпатичная вот этот цвет я его использую не так часто в общем есть тут некоторые оттенки вот зеленые такие нестандартные с которыми я регулярно путаюсь плюс иногда знаете посмотреть что посветлее что потемней это тоже очень удобно я подумала будет хорошо ну и к тому же хочется посмотреть как это детская акварель на акварельной бумаги ну вообще вот акварель в кюветках которые там белые ночи виста артиста я как бы в итоге заметила разницу здесь не она здесь тоже в принципе есть разница но я в общем очень люблю вот акварель луч вы знаете постоянно пользуюсь хорошая но это самая моя любимая палитра сегодня вам решила немножко по-другому поснимать с других ракурсов чтобы опять же видео было поживее поинтереснее что-то новенькое правда я по-прежнему не могу понять что у меня с камеры в новом телефоне которая по определению должна быть не хуже прежней но вот как-то так а теперь выкрашиваю дервенты потому что у меня только в маленьком блокноте который я иногда ношу с собой была выкраска а здесь я ее так и не сделала ну вот сейчас исправляю эту досадную оплошность такую так по-простому подписываю тут я уже разделила color soft и дроуинги граффитин ты там еще что-то угольный какой-то пастельный watercolor всего по чуть-чуть но вот это все цвета зато купленные поштучно которыми я реально пользуюсь то есть не один лежит просто так ой такая ручка удобная вот это мне так она нравится это big с ней ну не знаю мне нравится она я ее за три рубля ваша не взяла на акции там была такая корзина и всякие ручки по три рубля но я показывала в каком-то влоге так здесь надо немножко размыть раз уж они размываются для color soft of я оставила достаточно большое пространство потому что там богатая палитра и конечно я потихоньку приобрету что-то еще по мере необходимости по мере появления у меня например купонов с активного гражданина так а это сухая пастель виде карандаш и соответственно ее надо и растереть и размыть немножко и так оставить в чистом виде ну для примера опять же сейчас я уже как-то больше понимаю для чего нужны эти пастельные карандаши но прям вот именно здесь и сейчас я их докупать не буду впоследствии может быть возьму еще какой-нибудь синий там фиолетовый но это потом так что вот так доделываю watercolor ну что а теперь моя выкраска с той стороны высохла и с обратной стороны я хочу просто посмотреть ну даже не то что потестировать а сделать такую вот вставочку яркую потому что у луча прозрачная крышка и мне хочется чтобы она была яркой хотя и так и так будет хорошо смотреться но раз я вставляю выкраску значит с обратной стороны лист белый а так будет очень интересно мне кажется так вот насчет телефона я пока не могу разобраться с камерой более того какая-то напасть даже видео снятые на моем хоноре старым и там смотрятся идеально на ноутбуке идеально только скидываешь на хонор то есть на сяоми и начинается какая-то проблемка ну по крайней мере я вижу изображение не такое хорошее в общем очень странно возможно там какое-то простое решение проблемы не знаю в общем здесь я использующий белый цвет но кстати говоря вот это снято на хоноре и на нем идеально очень странно выкраска подсохла я ее для ускорения посушила на батарее благо уже есть отопление ну и в общем с одной стороны получилась выкраска а с другой стороны просто так я нанесла акварель чтобы не было белого листа немножко еще добавила тут блесток луч тоже подождала когда высохнет и потом вот пленка которая мы используем там для книжек учебников раскрасок вот я решила тоже так обернуть потому что здесь все-таки кюветки не такие глубокие расстояние мало и все-таки может что-то попачкаться поэтому вот теперь вот вот так вот будет ну не скажу что как-то ярко и прочее но все-таки и еще что я сделала это вот у меня вот эта крышка она отвалилась уже давно в принципе у меня есть же и вторая такая палитра но дело не в этом меня раздражало что крышка постоянно отдельно отваливается поэтому я ее просто приклеила скотчем вот здесь вот сколько тут пять раз еще вот так вот проклеила неоднократно ну вот за счет того что скотч понятное дело прозрачный ничего не видно и теперь все закрывается открывается и главное держится понятное дело что крышка прозрачная так что я не буду приклеивать там на двусторонний скотч выкрустку скорее всего вот здесь вот прозрачным скотчем немножечко закреплю чтобы держалась ну и вот если здесь что-то попачкается можно будет спокойно протереть будет все достаточно аккуратно короче я рада что получилось такая палитра просто вот у меня есть же еще для кюветок вот эта коробочка из-под накладных ногтей и я на видео делала выкраску вот здесь правда у меня два лис . здесь выкраска и здесь вот ну здесь вообще получилось ярко довольно таки и мне кажется тоже красиво тут я двусторонний скотч буду использовать но мне сейчас просто не хочется занимались хотя он на самом деле тут рядом так я попачкалась в краске мне кажется что очень симпатичная получилось коробочка тут я не помню показывала или нет вот выкраска но в смысле выкраску я на камеру делала я вот тоже думаю может быть ее обернуть другой стороны тут все закрыто ничего страшного может быть и и нет в этом необходимости в общем вот такие акварельки немножечко все это тут обновила что радует конечно же сейчас я уберу это на место и да надо воду сменить взяла я мандалы побеждаем фобии страхи потому что давненько я ничего здесь не раскрашивала но поскольку бумага очень тонкая я тут обычно использую какие-нибудь карандаши когда их только приобретаю ну и вот например вот этот вот неудачный неудачная покупка с алиэкспресс вот тоже можно здесь попробовать я по степени паршивости с фаберкастал замок сравнивала и случайно открыла там где я их тестировала поэтому наверное раскрашу вот эту сейчас мандалу какими-нибудь оттенками я вот кстати в двух видео в первом показывала непосредственно покупку во втором там какие-то дополнения рассказывала я не помню говорила или нет но вот когда я еще раз у продавца посмотрела то вот эти коробки они стояли на первой фотографии там их было как бы много а когда уже выбираешь товар кликаешь выбираешь по количеству там уже стояли на фотках совсем другие упаковки вот здесь был какой-то значок вот здесь вот написано было австрия поэтому да и карандаши вот эти они были с этой стороны так что да тут явная какая-то ерунда и подделка про австрию вообще нигде здесь ничего не сказано тут вот адрес фошай ну и так далее поэтому скорее всего я не да я даже не знаю как это объяснить ладно фиг с ним это в общем-то ерундовая недорогая покупка чтобы они реально очень много рассказывать сейчас я по раскрашиваю на камеру что все таки и раскраска двигалась потихоньку и хоть как-то карандаши поиспользую потому что вот именно в глобальных масштабах красить ими я точно не буду вот а для этих целей у меня вот как раз здесь то что раскрашена я везде подписываю какие именно карандаши использованы ну так знаете это все здесь карандаши и они тоже вот розовые здесь почему-то протекают хотя это не акварельные ничего подобного ну а теперь по раскрашиваем немного не знаю сейчас так изменила для вас ракурс и в общем бледновато они конечно раскрашивают ну ладно пусть хоть одна будет мандала но хочется постоянно нажимать на них какие-то конечно поярче ну я не знаю не очень они что-то они вообще не зашли мне разумеется не это не из-за избалованности какой-то а по факту только голые факты особенно если учесть что в любом фикс прайсе даже можно купить карандаши намного приличнее с другой стороны предпочтению всех разные может быть кому-то они зайдут но я бы не советовал я прям поверх прохожусь чтоб мелочи не заморачиваться пыталась определиться каким цветом вот этот довольно таки яркий мягкий ну вот желтый еще ярко-желтый хорошим этим приятно по раскрашивать он ну по крайней мере довольно мягкий и насыщенный я вообще когда села раскрашивать даже не определялась с палитрой какому карандашу рука потянулась тот и стал основой хотя обычно я всегда начинаю желтого тут специально начала по-другому потому что начиная желтого дальше уже и привязываешься зелененький еще какой-то я тут сразу к этим красноватым розоватым рука потянулась вот разные оттенки ну хоть как-то конечно же подтачивать их надо почаще тупым кончиком здесь не вариант ну вот я ее раскрасила были у меня конечно мысли добавить гелевую ручку но потом я решила что это будет лишним единственное что в конце я прошлась блендером от карандаш и салфеткой хотя иногда знаете я еще перед этим кахануровским блендером прохожусь но здесь в принципе бумага такая и тоненькая и она мне вообще напоминает как какую-то не знаю фольгу не фольгу что-то в этом роде поэтому здесь сам по себе вот этот блендер карандаш он сработал не только как карандаш который придает блеск а еще и все-таки растушевывает просто я столкнулась с тем что вот он он хороший в принципе у каждого блендера есть свое назначение но блендер от карандаш он не все виды карандашей вместе между собой смешивает сглаживает но абсолютно вид практически везде он дает дополнительный блеск но правда как если вот им пройтись будут такие полоски блестящие видны потом естественно ну либо нужно прям очень им очень аккуратно вот так вот проходится но тогда будет и расход супер не экономичный вот а можно так слегка пройтись и потом раз салфеткой тогда это вот будет как такой глянец ну и соответственно благодаря этому иллюстрация стала яркой потому что сначала она была все же бледноватая а здесь появился и блеск и яркость вот здесь вот я два карандаша желтый и оранжевый смешивала здесь я смешивала но сейчас скажу раз-два в общем 4 зеленых в наборе я все это смешала между собой вот здесь светлый потемнете здесь самый темный здесь ну еще тем как бы темнее здесь вот самый темный ну так чтобы уже не было совсем-то прям по простому ну в общем и рассказка раскраска продвигается так что-то плохо держится стикер ну ладно это не самое важное я люблю эту раскраску и мандалы люблю поэтому вот с удовольствием по раскрашивал но как-то вот месяц или два я напрочь про нее забыла надо кстати нет наверное брут фунерами вряд ли я буду здесь раскрашивать как-то жалко тратить такие классные карандаши а может и по раскрашиваю почему бы и нет понаслаиваю что-нибудь это это интересно может быть ну что ж а это видео я буду завершать если она вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео заходите в instagram 3 7 рыжая 3 8 я благодарю вас за ваши подписки просмотры за ваши лайки это очень приятно это мотивирует чтобы снимать видео дальше чтобы они выходили как можно чаще чтобы контент на канале был более разнообразные и вот я действительно так смотрю статистику и мне это очень приятно огромное вам за это спасибо я желаю здоровья настроение вдохновения уютных раскрашивательных вечеров уютной осени до скорой встречи всем пока пока